Валентина Ивановна Слядневой 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 В отделе культурно-творческих инициатив Мы провели такой перформанс Из экологических материалов Делали семейное древо Получилось Было здорово Принимали участие тоже и мамочки И папочки, и дети Но папку, как обычно, поменьше Мы над этим работаем Думаем, год семьи у нас получится Казачата из архиерейского казачьего конвоя Показали фланкировку шашками И выступили с песнями Народными казачьими и танцами Выступали студенты дизайнерского факультета В каких-то необыкновенных нарядах Естественно, были книжные выставки Естественно, были разговоры О книгах, о литературе В общем, думаю, все у нас прошло замечательно Не могу не добавить К сказанному Ирине Владимировне Мы организовали площадку «Привал» С фотохудожником Евгением Афониным И прямо наши гости Наши участники Их встречала вот такая Обстановка в виде туристической палатки Котелок, в котором заваривался чай из горных трав Собранных на экологических маршрутах Ставропольского края Вот здесь интересно поподробнее узнать Как же, в принципе, произошла эта туристическая встреча Как вы решили ее провести? Потому что, казалось бы, непривычная тема для библиотеки Вот эта тема Елены Петровны очень привычна Потому что она в течение ряда лет Занимается как раз пропагандой здорового образа жизни Работает с экологами, работает с различными общественными организациями Поэтому, Елена Петровна, вот об Афонине, да, и о Маркене Расскажите поподробнее на всех Да, ну, хочу сказать так Что наша программа построена вот как раз-таки На многочисленных встречах с руководителями Общественных экологических организаций Волонтерами культуры, экологическими волонтерами Гражданскими активистами Люди, которые непосредственно принимают участие В акциях, которые проводятся по сохранению природы родного региона И, в общем-то, уже география расширилась Вышли даже за его пределы За пределы города Ставрополя Присоединяется большое количество людей В прошлом году мы пошли на эксперимент Убедили Ирину Владимировну Что нужно попробовать сделать в нашей библиотеке Такую интересную выставку Выставка находок И, вы знаете, что самое интересное Она привлекла внимание наших читателей Еще дополнительно мы приобрели новых читателей Которые заинтересовались таким вот новшеством, что ли, в библиотеке Все то, что было найдено во время уборок территории от мусора Это действительно так Мы нашли и оформили Концептуально была выставка сделана очень интересно То есть она привлекла своим вниманием большое количество людей Открыли мы в преддверии прошлого дня города Ставрополь В принципе, тема экологии в молодежке Я так поняла, она сейчас одна из ведущих Потому что у вас большое количество мероприятий проходит на эту тематику И вот один из ярких примеров Это так называемые субботники Которые вы проводите на регулярной основе Вот расскажите, для кого же И что именно рассказываете на этих субботниках? Субботники Это, в общем-то, мероприятия Которые проходят такие акции Которым присоединяются как наши читатели Так и, в принципе, те, кто участвует уже в проекте Экопроекта «Субботник» Мы можем организовать, в общем-то, в любом формате Как уборку вокруг библиотеки Кстати, у нас, могу сейчас сказать У нас посажено свое дерево Высадка деревьев Высадка деревьев Так мы организовываем высадку деревьев Вот, Ирина Владимировна, мы вместе участвовали Прямо около библиотеки На территории посажены деревья Посажены катальпы, рябины И, в общем-то, знаете, непередаваемое какое-то чувство Когда ты идешь И вот, ну, скажем так С каждым годом ты смотришь Как меняется твое дерево Мы их поливаем, мы заботимся И одно вот из этих деревьев Мы так и назвали Дерево молодежки Ну, пусть растет Пусть растет здоровеньким И они находятся рядом с молодежкой Или во дворе Деревья? Да, где же можно На проспекте, на газоне Прямо напротив Может быть, когда-нибудь будущие читатели библиотеки Увидят эти высокие стволы С листвой, которые будут осенью желтые Весной будут такие антарно-зеленые, изумрудные Я говорю, дай Бог, чтобы это все получилось Как миссия человека, да? Построить дом, вырастить ребенка Я бы только хотела это сказать Да, да, да И продолжаем летнюю тематику У вас очень говорящее название Игровые программы «Библиолето-2024» Подробнее, для кого это библиолето И что значат игровые программы? Если позволите, начну я Библиолето у нас называется «Лето-лето, ты ли это» Естественно, в первую очередь Это воспитанники пришкольных лагерей Совершенно разновозрастные детки Могу сказать, что каждый день У нас проходит 2-3 мероприятия Это стабильно Нас уже посетили Воспитанники 64-й школы Кадетское президентское училище Коррекционная школа Вот вы сейчас к вам выходили Был Елене Петровне звонок Из детского дома Хотят тоже вот буквально Либо в чью-то программу Либо сами придут Буквально на этой неделе Хочу сказать, что 15 мероприятий за эту неделю Уже прошло Ну вот с участием более 300 человек Это только программы разнообразные Они интеллектуально-игровые Познавательные И учитывая, что здоровый образ жизни Это наше все И только здоровый человек Он, наверное, себя прекрасно чувствует У него есть желание играть И веселиться И читать И посещать что-то Большое И беречь здоровье Это нужно с молоду Мы придаем этому огромное значение Елена Петровна Вот несколько слов Ваших вот этих программ Для детей и подростков Программа Вот это сама по себе Библиолета Которая, в общем-то Мы впервые сделали Такую программу В 2021 году Она очень Ну я бы сказала Она пользуется Огромной популярностью Постарались разнообразить Ее вот именно Такими игровыми программами Чтобы они были информационно-познавательные Такие активности Спортивные В прошлом году, например, у нас было Когда библиотека превращалась В настоящий спортивный зал И, ну, мы Я почему хочу сказать Мы не повторяемся То есть вот спрашивают А будет ли у вас Кто помнит, что было с прошлого года С большими шарами С большими шарами С большими мечами То есть наш холл прекрасной библиотеки Превращался просто в настоящий спортивный зал И когда к нам стояли Буквально в очередь Мы не успевали принимать Потоки этих лагерей Я не успевала формировать график Чтобы вклинить было столько желающих Желающих не меньше и в этом году Я бы сказала Их, наверное, даже больше Потому что мы Подключили еще определенные программы Которые, в общем-то, тоже пользуются Огромным спросом И они теряются в догадках Начальники лагерей Что им выбрать Они не успевают в своей потоке Охватить весь наш арсенал Который мы вот предлагаем Но вы заинтриговали Что же это за программы такие? Ну, программы Могу сказать так Что огромной популярностью Пользуется одна из программ О правильном питании Она так и называется Это то, что ты ешь Интерактивная Игровая развлекательная программа С огромным разнообразием конкурсов То есть она Вот Наполненность ее именно такая Что она в течение часа Не дает ни одному Участнику нашего мероприятия В общем-то Спокойно находиться В нашем зале В нашей библиотеке Они все подвержены активностям И самое главное, что они видят Живые овощи Живые фрукты Могут составлять Сами правильное меню Набирать корзину В супермаркете Правильных продуктов Калории подсчитывать И калории подсчитывать И после этого В общем-то Награды всему Конкурс Лимон В котором можно попробовать Проявить даже себя артистом Свои творческие способности Вот как-то так И что же там нужно делать? В конкурсе Лимон Нужно, значит, попробовать Ну, выдам, ладно, расскажу Значит, конкурс Лимон Он очень интересен Вначале дети узнают историю Что такое Лимон Все кричат Фрукты, овощи Что угодно В общем Потом, значит, мы рассказываем легенду И с демонстрацией Самого настоящего Лимона Никто не верит Вначале Ну, Лимон действительно настоящий По кусочку получают наши участники Участники, как правило В этой программе поделены на команды Мы приглашаем к себе По пять человек с каждой команды Они получают По одному кусочку лимона И по команде ведущего Должны изобразить Лимон кислый Кому-то достался Кому-то достался лимон с перцем А кому-то достался Совсем сладкий лимон И дети Наши дети Вы не представляете С каким они восторгом Участвуют в этом конкурсе Это просто Ну, я не знаю Надо видеть Приходите к нам Вы это должны все увидеть Правда И как же попасть На то или иное мероприятие Библию лето? Попасть на то или иное мероприятие Очень большой Вот Наплыв Наших участников Для того, чтобы Охват был Максимально полноценным И люди могли к нам Попасть именно на эти программы Потому что Вот Как сказала Ирина Владимировна Ну, каждый день У нас бывает Даже вот не то, что два-три У нас до пяти мероприятий Бывает в день Когда Ну, практически мы работаем Без перерыва И для того, чтобы Поток вот этот Всех желающих Все это было удовлетворено Конечно же Графики Формируем Они В общем-то Мы их Меняем Стараемся максимально Удовлетворить Потребность наших Школьных лагерей Наших оздоровительных лагерей Потому что Хочу отметить Что Вот Доступная среда Тоже очень много Коррекционных школ Вот коррекционная Наша Тридцать третья школа Они вплотную работают Мы приезжаем В принципе С мероприятиями К ним Но также Детки бывают И у нас Они проявляют тоже Совершенно великолепную Активность Они настолько Интересные Им очень нравится Но к ним особый подход Поэтому Они с нами Вот уже много лет Работаем вплотную График сформирован Он практически Ну и тем не менее Когда уже сформированный График Раздается вот такое Количество звонков Как вот видела Сегодня Ирина Владимировна Когда мы с ней обсуждаем Важные вопросы Все звонят Я даже не снимаю трубку Потом меня находят И говорят Они тоже хотят И вот я поднимаю свой график Я никогда никому не откажу То есть я найду возможность И защу возможность И приму обязательно Тех детей Которые хотят Участвовать В том или ином мероприятии То есть попытать Испытать удачу Можно Конечно Позвонить Узнать Если какое-то окошко Обязательно Заходить на сайт Там есть контакты Контакты есть Да Контакты есть Безусловно На сайте Все это можно найти Информация вся выставляется Мы безусловно Сразу в день проведения мероприятий Даем пост-релиз То есть все это можно прочитать Сегодня вот Буквально утром прошло Три уже мероприятия В июне Началась традиционная наша парковка Помимо пришкольных лагерей Это выход специалистов В библиотеке На бульвар Ермолова В тенистую зону С выставками книг С разворачиванием читального зала По средам это у нас происходит И если есть желание У родителей Или у подростков С паспортами к нам записаться Это можно сделать сразу Здесь же моментальная запись В библиотеку Если такой возможности нет Просто можно сесть на лавочку И как в читальном зале На улице Под соловьиной Трель соловьиной Вот в тени Почитать книги Полистать их Посмотреть Книг очень много Мы вообще провели Такую Такой срез Из всех поступивших В этом году Книг Семьдесят процентов Это книги для подростков Молодежи И детей И Пелевин И Прилепин И Цискоридзе И произведения Я тут даже список взяла Зачитывать не буду И огромное количество комиксов Огромное количество лауреатов Премий литературных прошлых лет Но он фикшены В общем книг очень много Книги на все вкусы И как правило На парковку На книжную У нас выходят именно новые книги Чтобы как-то вот Привлечь Какое-то внимание Повторю Отдыхать не приходится Потому что летом Мы зададим Задачи Нашим Юным читателям Молодежи И ребятам Более взрослым Будет объявлен Старт Тридцатому Межрегиональному Конкурсу фантастов Имени Василия Звягинцева В этом году Нашему ставропольскому Писателю-фантасту Исполняется Восемьдесят лет Поэтому полагаем Что наверное Этот юбилейный Тридцатый Да еще в год Восьмидесятилетия Конкурс фантастики Будет Ну какой-то необыкновенный Мы об этом подумаем И ждем Таких же необыкновенных Работ от наших Писателей Художников Косплеистов Дизайнеров В общем всех-всех-всех Объявлен будет летом Конкурс чтецов По произведениям Валентины Ивановны Слядневой Специально Хотим сделать это летом Чтобы у детворы Была возможность Сочетать и приятное И полезное И отдохнуть На природе у бабушки Или в Ставрополе Или в пионерском лагере Или на море Или в горах Это делать возможно Для молодых библиотекарей В начале июля Будет объявлен Конкурс профессионального Мастерства Двенадцатый конкурс Он проходит у нас Раз в два года Надежды будущего Это именно конкурс Молодых профессионалов Библиотечного дела Учредителем является Министерство культуры Ставропольского края Тоже будем ждать Работ необыкновенных Сильных Талантливых Потому что профессию Библиотекарь Очень профессию Библиотекарь Интересную Постребованную Действительно Они обыкновенные Должны приходить Интеллектуальные Развитые Думающие люди Современные Творческие Приходить и оставаться Вот как раз Конкурс для того Чтобы задерживать В профессии молодое Это поколение На это он и нацелен Лучшие проекты Выдвигать Там у нас Учреждены Денежные премии Пока не будем Говорить в каком Размере Все это пока Обсуждается Но думаю Будет очень интересно То есть у конкурса Такая еще Мотивационная Конечно Мало того Что мы получаем Продукты Которые можем Потом тиражировать На территории Ставропольского края Молодые библиотекари Еще получат Какую-то Благодарность Причем В совершенно Измеримых Единицах Вот мы плавно С вами перешли От детей К более взрослому Поколению К взрослым людям Как же Именно Взрослых людей Молодежь Удается Привлекать В библиотеку И какие же мероприятия Именно на эту Целевую аудиторию Есть Ну если говорить О совершенно Взрослых людях Давайте вспомним Что нынче у нас год В семье Да Поэтому наверное Молодежь и детей Взрослых сейчас И не только сейчас Наверное все-таки Надо действительно Как ячейку общества Рассматривать Хочу сказать Что в этом году Мы стали Победителями Гранта Объявленного Министерством Молодежной политики Ставропольского края По созданию На базе нашей библиотеки Культурно-познавательного Молодежного центра Семья-основа мира В рамках этого Грантового конкурса Мы уже провели Два мероприятия Для многодетных семей И для семей Находящихся В трудной жизненной ситуации Лекторы Ходили с лекциями По школам По СУЗам И именно Лекционы вели работу О том Как важно Сохранять семью Потому что Марш свадебный Мендельсона Отгремел И все считают Что наверное На этом все закончилось А вот тут-то Все самое интересное Начинается Вот как друг друга беречь Как друг друга понимать Как создавать гармонию В семье На это Нацелены как раз Лекции нашего проекта Более того Все лето У нас продолжает Работать на нашем сайте Онлайн практикум Психологические Времена года Вот если я Совершила хороший поступок Если я погладила тебе По голове Или там Приготовила тебе обед Я вот хороший человек А если этого не смогла Могу ли я Считать Что я сделала Что-то хорошее То есть Вот этот последний Практикум Он как раз Посвящен самооценке До этого практикум Был построен По произведениям Виктора Франкла Известного Психолога Который выжил В нацистском концлагере О том Как остаться человеком В общем Рассматриваются На этом практикум Совершенно разные вопросы И они подходят Не только для Молодежи Но для совершенно Взрослых людей Мудреных опытом Потому что Очень часто Но не хватает Того плеча Куда бы хотелось Поплакать Нету того человека С которым Хотелось бы Поговорить Нету может быть Даже финансовых средств Чтобы сходить К психологу Потому что мы понимаем Что это в общем-то Довольно Серьезная Серьезная Финансовая трата А тут онлайн практику Причем их можно И послушать И посмотреть И переслушать Все совершенно бесплатно Все на нашем сайте Можно обращаться К нашему психологу Он будет давать Какие-то индивидуальные Консультации Все на сайте Все размещено Что касается Семей Традиционно У нас проходят Мероприятия К Дню Любви, Семьи и Верности Это праздничные Концертные программы В которых принимают Участие наши Большие друзья Педагоги Преподаватели И дети Из музыкальных школ И Дворца детского творчества Это повторюсь Казачата Из конвоя Теперь вот у нас Появились наши друзья Это наши кадеты Которые замечательно Читают стихотворения Великолепно танцуют Поэтому И в День Любви, Семьи и Верности И в День Мам В ноябре Мы это все будем Проводить И привлекать На базе библиотеки На базе, конечно На базе библиотеки Учитывая, что в рамках гранта У нас появился Огромный экран У нас появилось Великолепное такое Место отдыха Кресло Кокон У нас появился Еще Еще один ноутбук Который можно пользоваться То есть, пожалуйста Всегда Мы открыты Приходите Читайте Просто отдыхайте Просто общайтесь с детьми А уж в киберпесочнице В нашей В детском В нашем отделе В киберпесочнице Ну, завсегда А то ими стали Молодые родители С детками Потому что они То играют То что-то лепят То делают Семейные лодочки То играют В шахматы Вот, кстати В семейном центре Проводили мы Конкурс На лучший Пирог По бабушкиному Рецепту Вот уже в мае По-моему Он прошел Да И благодаря Коллегам Нашим друзьям Из Ставропольского Крового театра Кукол Многодетной семье Из Михайловска Чей самый вкусный Пирог Определили Члены жюри Был вручен Были вручены Билеты В театр кукол Вот на семейное Посещение Пять человек То есть как-то Очень приятно В общем все Провели Такую акцию Сетевую Одна семья Одна традиция Когда многодетные семьи Фотографировались С какой-то книгой В руках Либо любимой Семейной книгой Либо книга Которая перешла Ну из поколения В поколение И передавалась Либо может быть Это какое-то Было произведение Которое оставило Незгладимый след На маму и на папу Вот сейчас это Транслируется детям Потому что Раньше-то детям читали И это было правильно На ночь читали Бабушки читали Родители читали Но хочу отметить Что очень многие семьи Фотографировались С народными сказками И сказками Александра Сергеевича В руках Потому что Наверное Лукоморье И сказки бабушки Арины Которые потом Легли в основу Многих его Великолепных произведений Наверное Это ничем Не перечеркнуть Не отменить И не заменить Поэтому вот здорово Так Насколько у вас проект Действительно Социально значимый Потому что Нередко проводятся Какие-то мероприятия Для галочки Чтобы скажем так Отметить год семьи Вот сейчас Я действительно Слушаю и понимаю Чего стоит Только один грант Выиграна Именно тематика гранта Насколько он несет В себе пользу Потому что И пользы И смысла И просто Это необходимо Да Особенно Сегодняшняя статистика Увеличение разводов И действительно Вот все мероприятия Направлены на объединение С семьей Это абсолютно так Естественно Да И о том Чтобы девочкам Рассказывать о том Как надо беречь здоровье Что вообще Ну вообще Это очень серьезно Мы не будем сейчас Лекционные Потому что лекционные темы Они более серьезные Скажем так Адаптированные Под 16-17 летних Но более серьезные На базе Вот у нас в библиотеке Когда приходят семьи И молодежь Ну уже более таки Наверное Культурно-познавательные Чтобы как-то Немножечко выдохнуть Переварить И понять Что можно вот Семьей делать Кстати Вот недавно Такое древо Наши мастера Создали Древо жизни И вот наверное Семьи Которые будут приходить К нам Будут писать Что-то о себе Вспоминать И на это древо Я думаю У нас появятся Такие вот Семейные Какие-то Разноцветные Флажочки Какие-то интересные Там штучки Которые вот Это и визуально Ведь мы же Очень многие Визуально Все запоминаем Более того Новый проект Который опять-таки Родился В недрах Отдела культурно-творческих Инициатив Это В рамках работы Комикс-центра Проект Семейная сага Прошло Несколько уже Мероприятий Мероприятия эти Проходят у нас Каждую последнюю пятницу Проводят Профессиональный Художник Инна Рогачева Инна Рогачева Семейная сага Бабушками, дедушками, дядями, тетями Узнать все о своей семье И в комиксы Попытаться Рассказать историю своей семьи Ну Это, наверное, здорово И в заключение Поделитесь опытом Своей работы Опытом Молодежки И скажите Правда ли Или миф Что сейчас Молодежь не читает Книги Не ход в библиотеке А все время Сидит в интернете Помогите нам Разобраться в этом Скажу сразу Молодежь читающая Молодежь прекрасная Молодежь думающая Ну Маленький пример Наш молодежный Медиа-центр Звездняк Который выпускает Короткометражные Фильмы Литература Краевической тематики У нас вышла Мельница Гулиева У нас вышел Фильм О Лермонтове К юбилею Пушкина Тоже ребята Сами сочинили сценарий И сыграли Сейчас на выходе Он с привидениями То есть для того Чтобы что-то Какой-то продукт создать Нужно глубоко Куда-то погрузиться Что-то почитать Да Узнать Что говорили Мемуаристы Перечитать Какую-то литературу Художественную Да Заглянуть в интернет Потому что Это сейчас быстро Поэтому могу Однозначно Сказать Что молодежь читает Да Может быть Не в таком количестве Книги бумажные Но теперь Когда их у нас много Они интересные И пользуются Огромным успехом Но вот по 250 книг Говорю в день Берут Это вот только вот сейчас Поэтому молодежь читает И я надеюсь Будет читать И дальше И больше И будет чаще Повещать Наши библиотечные Учреждения И очень радует то Что среди молодых Как раз таки Присоединяется Большое количество Молодежной аудитории Возраста 16-19 лет А это наши Студенты колледжей Которые вышли После 9 класса Они с удовольствием Приходят в библиотеку Принимают активнейшее участие В наших мероприятиях И кое-кто из них Является волонтером Которые присутствуют На наших больших мероприятиях Помогают библиотечным сотрудникам В проведении мероприятий Это радует Хотела бы Знаете Вот что Пожелать Молодежь Она двигается за лидером Да И если в твоей компании Кто-то читает Тебе непременно Захочется узнать А что же на самом деле Написал Допустим Там Конюхов Да Я поделилась Там так здорово И я хочу посмотреть Если бы Лидеры общественного мнения Говорили о том Что они читают Какие произведения И вот это транслировали В соцсети На своих блогерских Каких-то каналах Вот мне кажется Это была бы Огромная польза Мы бы таким образом Еще больше Вот этот читательский бум Подняли Потому что Наша Кредо Наш девиз Читать модно И это правильно Я абсолютно с вами согласна И видно Что вы понимаете Молодежь Наверное В этом и есть Такой маленький секрет Успеха Вашей библиотеке Нашей старопольской молодежки Было очень интересно С вами сегодня поговорить Спасибо большое Думаю Все кто нас посмотрит Однозначно захотят Провести лето Вместе с вами Вместе с молодежкой Еще раз спасибо Что пришли к нам сегодня Спасибо Дорогие зрители Вы смотрели Актуальные интервью У нас в гостях Были директор И заведующий отделом Культурно-творческих Инициатив Ставропольской Кровой библиотеки Для молодежи Имени Валентины Ивановны Слядневой Ирина Хавалиц И Елена Петропавловская До встречи в новых выпусках И как всегда Оставайтесь на свое Субтитры подогнал «Симон»